Владислав, в этом году Перекрестку 25 лет, и в честь этой даты вы запустили новый концепт. Спустя уже 9 месяцев работы, что вы видите? Какие изменения, какие результаты? Да, в этом году Перекрестку исполнилось 25 лет, и действительно в середине прошлого года мы запустили пилот нового концепта, который показал очень большую обратную, положительную обратную связь от наших покупателей. И в итоге в 2020 году уже все практически новые Перекрестки открываются с новым CVP. Мы всегда идем за потребителем, мы стараемся делать магазины для людей, про людей и глазами людей. И, конечно, наполнять наши новые магазины удобными сервисами для потребителей. Это и кассы самообслуживания, и ScanGo, и электронные ценники, и многие другие диджитальные вещи. Также мы уходим в эмоции. Мы создали два клиентских маршрута. Один короткий для тех, кто хочет совершить быстрые покупки, в основном это готовая еда, и другой длинный, это для тех, кто пришел уже полноценно пополнить свои запасы. А если говорить о больших супермаркетах, которые открываются в помещениях, которые остались в рамках трансформации карусели, то какое место они занимают в этой концепции? Это очень важный для нас проект, потому что на больших магазинах, в больших залах всегда есть возможность показать все лучшее, что мы умеем. Дать какие-то дополнительные сервисы, какие-то дополнительные услуги. Например, в больших магазинах мы открываем комнаты матери и ребенка, где есть возможность переодеть малыша, помыть и так далее. То есть, на самом деле, мы стараемся, чтобы в этих магазинах, чтобы еще дать больше сервисов и больше возможностей. И для нас это флагманские магазины, которые действительно показывают все лучшее, что есть у перекрестка. Вот если говорить про пандемию, то как ограничения сказались на перекрестке и как ситуация развивается, вот даже, наверное, важнее, после снятия ограничений, то есть в мае-июне, что происходило? Что сегодня происходит? Ну, конечно, коронавирус и связанные с ним ограничения сказались на наших магазинах, в основном на тех, которые находятся в торговых центрах. Во время ограничений торговые центры были закрыты, и это очень сильно снизило трафик и посещение магазинов именно в торговых центрах. Те магазины, которые стоят отдельно, они и показывали, и продолжают показывать очень хорошую динамику. С другой стороны, после снятия ограничений, трафик в торговых центрах начал постепенно возвращаться и восстанавливаться. И сейчас он продолжает восстанавливаться, и мы надеемся, что в ближайшее время мы уже выйдем на те показатели, которые были до ковида. С другой стороны, ковид показал, что наша текущая CVP очень востребована у клиента. Наша доля наших свежих продуктов в нашем товарообороте выросла на 2% пункта, и это очень хороший результат. И также во время пандемии вы запустили сервис экспресс-доставки супермаркетов. Каких результатов удалось достичь за это время? Да, действительно, мы в апреле, раньше, чем планировали, даже запустили сервис экспресс-доставки. И сейчас это уже 7 городов. В ближайшие недели мы еще откроем экспресс-доставку в Самаре и Екатеринбурге. И сейчас это уже более 3,5 тысяч заказов в день. То есть, на самом деле, благодаря кризису мы нашли новую нишу и быстрее гораздо реализовали новые возможности. И, наверное, в этом как раз кризис нам помог. Поскольку мы сегодня на конференции с поставщиками находимся, расскажите, пожалуйста, о вашей стратегии работы с поставщиками. И что у вас сегодня в фокусе, что в приоритете? Ну, во-первых, я хотел бы поблагодарить партнеров за работу в течение текущего года. Сказать, что для нас самое главное, наверное, в работе с партнерами – это надежность и доверие. Нам бы очень хотелось продолжить этот тренд и еще больше входить в партнерство, в какие-то взаимовыгодные проекты. И, конечно, мы очень сильно ориентируемся на заботу об окружающей среде. Мы постоянно ищем возможности что-то улучшить в экологии. Например, работаем с экологической упаковкой, работаем со сбором пластика, батареек, зубных щеток вместе с нашими партнерами. На сегодня уже наши пакеты состоят на 35% из переработанного материала. Все эти вещи, а также, наверное, еще дополнительно мы готовы рассматривать интересные предложения по поводу каких-то эксклюзивных брендов, эксклюзивных, может быть, упаковок для нас. Для нас важно партнерство в СТМе. Наверное, еще бы хотелось сказать, что мы бы хотели рассматривать еще какой-то не совсем, не традиционный маркетинг, а именно не только ценовое участие в ценовых промо. Вот если говорить в целом, то на чем сегодня сфокусированы ваши магазины? Ну, наверное, мы, как и любой другой магазин, сфокусированы в первую очередь на нашем покупателе, на наших сотрудниках, ну и, конечно, на наших партнерах. Мы активно работаем над усилением категории фреш-фроф, готовая еда. Я уже говорил на конференции, что для нас это является очень важным фокусом. Готовая еда позволяет нам дифференцироваться от других наших конкурентов. Вместе с партнерами мы даем дополнительные возможности нашим покупателям, в том числе и даже купить у нас ресторанную еду. Поэтому, наверное, мы сейчас просто стремимся сделать лучшее предложение покупателю, которое именно будет стимулировать его приходить в перекрестки. Ну, вот еще такой вопрос. Сегодня очень многие говорят о доверии, и вообще в представлении людей это такая материя, которую очень трудно как-то изменить. Скажите, как вы используете доверие в бизнесе? Вообще можно ли его измерить? Если можно, то каким образом? Конечно, сегодня доверие выходит на первое место, наверное, среди многих других факторов. Потому что если тебе доверяют, ты точно можешь быть успешным. И доверие важно, как и доверие покупателя, как доверие сотрудника, доверие наших партнеров. Наша миссия звучит как перекресток магазин, которому я доверяю. И, наверное, в этой фразе, в принципе, заложено все, что мы хотим сказать об ожиданиях и наших, и наших гостей, и наших сотрудников. По большому счету, невозможно построить бизнес, никакой бизнес без доверия. И, конечно, мы верим, что доверие – это то, что сделает перекресток сильнее. Остается пожелать вам, чтобы у вас было больше покупателей с такими взглядами. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо.